МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С утра танцы, вечером учеба. В чебоксарских школах начали работать кружки и секции. Их могут посещать даже те, кто учится во вторую смену. Долги за газ в Чувашии достигли почти 2 миллиардов рублей. Самые крупные должники теплоснабжающей организации. Больше всех задолжало общество коммунальной технологии. Межрегионгаз в Чебоксары поставляет топливо. Жители многоквартирных домов платят за газ. Но при этом долги растут. Почему так происходит и что делать, разбирались на совещании в Доме правительства. Организации, работающие в сфере теплоснабжения, должны работать бесперебойно. Это социально значимый вопрос. С такого заявления начал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Расширенное совещание по вопросам задолженности за газ и тарифного регулирования работы коммунальной технологии. Отдельные многоквартирные дома в Чебоксарах в самый разгар отопительного сезона могут остаться без тепла. Теплоснабжающая организация находится в критическом положении. Их задолженность за поставленный газ – более 1 миллиарда рублей. По материалам проверки, проведенной госслужбой Чувашской республики по конкретной политике и тарифам, выявлено наличие экономически необоснованных и нецелесообразных расходов. Глава республики привел и другие факты неэффективной работы коммунальных технологий. Так, инвестиционная программа по развитию тепловых сетей освоена только на 6%. Служба по тарифам выявила завышение себестоимости услуг теплоснабжения за 2015 год. При этом фонд оплаты труда управленческого персонала компании никогда не ущемлялся. 9 ведущих менеджеров получили 40 миллионов рублей за год. Обоснованных претензий к коммунальным технологиям оказалось много. Начиная с 2015 года коммунальная технология неоднократно представляла гарантийные обязательства по погашению задолженности, планы реструктуризации и варианты оздоровления предприятий. Данные документы предусматривали гарантии по 100% текущим платежам и реструктуризации просроченной задолженности на срок от 3 до 5 лет. Газпром Межрегионгаз всегда шел на уступки и даже прекратил судебные взыскания задолженностей, штрафных неустоек. Было заключено 4 мировых соглашения, но по срокам удалось реализовать только первое. Остальные компания сорвала. Коммунальные технологии опять не платят по графику. Также, по словам гендиректора Газпром Межрегионгаз Чубаксар, сегодня компания намеренно затягивает рассмотрение дела в суде. У генерального директора предприятия-должника свои предложения. Коммунальные технологии снова предлагают отозвать все иски. Заключить мировые соглашения. И вновь по замкнутому кругу. Точку в этой ситуации, похоже, поставят нескоро. Неизвестно, сколько будут продолжаться судебные тяжбы. Вопросы есть и по взаимодействию компаний с администрацией города Чубаксары. Коммунальные технологии используют муниципальные объекты теплоснабжения на условиях долгосрочной аренды. И столице они задолжали 270 миллионов рублей. А результативной работы по взысканию средств нет, считает Михаил Игнатьев. Глава республики держит на контроле ситуацию. Права жителей многоквартирных домов должны быть защищены. С изменением законодательства на прямые платежи. На прямые платежи. То есть и газовики, и энергетики, и кто продает тепло. Минуя разные организации, минуя разных посредников. Это законодательная база сегодня в работе. По итогам заседания было принято решение создать постоянно действующую рабочую группу по вопросам работы и погашения задолженности общества коммунальной технологии. Сегодня 13-я сессия Государственного совета Чувашии рассмотрела 13 вопросов в повестке дня. О наиболее важных в нашем репортаже. Одна из самых важных новостей минувших дней – указ президента России о возобновлении выплат многодетным семьям. Напомню, что на этот год Чувашия выпала из перечня получателей социальных пособий как регион с хорошей рождаемостью. Теперь указом президента страны изменены критерии отбора. И в 2018 году республика вновь получит финансирование на эти цели. Серьезная работа в этом направлении проделана главой Чувашии. Он неоднократно обращался по этому вопросу к уполномоченной по правам ребенка в России. Решение, принято президентом страны, позволит увеличить число получающих выплаты многодетных семей в Чувашской республике. В настоящее время получателями выплат являются более 4,5 тысяч семей. В настоящее время Министерством финансов Чувашской республики и Министерством труда и социальной защиты Чувашской республики ведется работа с правительством Российской Федерации в части определения порядка выплат. Почти половина вопросов – это изменение в законопроекты и приведение в соответствие с федеральным законодательством. Так, министр экономического развития Владимир Аврелькин отметил, что необходимо согласовать изменения в госрегулировании производства и оборота этилового спирта. Они касаются списка населенных пунктов, где нет точек доступа в интернет для работы, в системе ЕГАИС. Также депутаты внесли изменения в законопроект о защите прав граждан, участников долевого строительства. Изменения уточняют понятие застройщик, полномочия властей и надзорных органов. Установлено определение понятия проблемный объект. В связи с изложенным проектом закона предусматривается внесение соответствующих изменений в закон Чувашской республики о защите прав граждан, участников долевого строительства на квартирных домах пострадавших от 10 и без 10 застройщиков. Известно, что сейчас на федеральном уровне принят закон о защите обманутых дольщиков. Теперь каждый застройщик будет отчислять 1,2% от цены каждого договора долевого участия в общий фонд. Эти средства станут гарантированной защитой в случае непредвиденных ситуаций и сложностей в строительстве. В Чебоксарах создается единая сеть детской клинической больницы. Речь идет о слиянии городских детских больниц номер 3 и номер 1. Главная цель объединения – создать в городе одну хорошую, удобную, комфортную клинику. Все медучреждения остаются на местах, объединение только повысит качество и доступность медицинской помощи, заверил министр здравоохранения республики Владимир Викторов. Надо ведь тоже учитывать и миграционные процессы, которые у нас сегодня происходят по городу Чебоксары, когда новые строительные площадки, новые микрорайоны развиваются, население мигрирует. И с учетом этого создание единой детской больницы по городу Чебоксары позволит нам своевременно оказывать и создавать, формировать педагогические участки в зависимости от миграции населения по городу Чебоксары. Ну и, конечно, увеличение доступности и качества оказания услуг, диагностических услуг сегодня. Мощная диагностическая база сконцентрирована на территории третьей больницы. И все население города Чебоксары будет отнесено к одной больнице. Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на проспекте тракторостроителей. Авария произошла вечером 25 октября в 20.56 в районе остановки улицы Баумана. Предварительно ВАЗовская девятка врезалась в грузовик, припаркованный на правой полосе. В машине находились четверо. В результате ДТП один человек погиб, троих госпитализировали. Водителю грузовика тоже потребовалась помощь медиков. Незадолго до аварии он остановился, чтобы поговорить по телефону. Удар был настолько сильным, что 17-летний парень, сидевший на переднем пассажирском сидении легковушки, погиб до приезда скорой помощи. Тяжелые травмы получили еще четверо находившихся в салоне девятки молодых людей. Все пострадавшие находятся сейчас в реанимации. Им из 16 до 18 лет. Все они обучаются в различных техникумах города Чебоксары. Сейчас выясняется, кто из них провел машины в момент ДТП. И находились ли молодые люди в состоянии алкогольного опьянения. Творить, пока бьется сердце. В Национальной библиотеке состоялась презентация автобиографического издания «Мой старый добрый дом. Записки художника». Ее написал заслуженный художник России, наш земляк Анатолий Рыбкин. Страницу новой книги листал Рифат Фаткулин. Анатолий Рыбкин – уроженец деревни Вурманкасы Марпасадского района. Он и художник, и философ, и писатель. Книга «Мой старый добрый дом. Записки художника» автобиографично. Здесь вся его жизнь, детство и юношество в чувашской деревне, путевые заметки, философские размышления о жизни, творчестве и красоте. Воспоминания детства, как признается автор, позволяют ему сохранять способность удивляться, радоваться каждому новому дню, каждому мгновению жизни. Я думаю, что это никогда никому не удавалось и не удастся поплатить в такие обложки, все, что его волнует, и чем он живет, что его радует, и что он переживает. Честно признаться и для меня самого неожиданность то, что вот сегодня меня как автора книги поздравляет. И мало того, что она, оказывается, получила на конкурсе среди 52 издательств вот такая книга года. Анатолий Петрович пишет сдержанно и лаконично. Каждое слово на своем месте. Но за этой скромностью открывается большой и трогательный мир писателя, в котором есть место и мальчику, и мужчине. Новинка вышла тиражом всего тысячи экземпляров и уже стала библиографической редкостью. Он поработал во многих регионах Российской Федерации. Он побывал и поработал во многих странах от востока до запада и севера до юга. Эта философия, вот увиденная, услышанная, написанная, оформленная, оно его притянуло и не могло не притянуть к родной деревне, к быту, к сельскому, к семье, к родственникам, к природе. В планах Анатолия Рыбкина уже вторая книга. Он считает, пока есть возможность творить и писать, надо использовать драгоценное время. Рифат Фадкулин, Сергей Адушкин, Республика. Вычитать, умножать, а еще танцевать, петь и даже собирать роботов теперь учат в чебоксарских школах. На их базе начали создавать новые кружки и секции. За дополнительным образованием ученикам больше не нужно ехать на другой конец города. О том, как это работает в 40-й чебоксарской школе, Ольга Пырочкина. Мы построили робота, который должен доезжать из пункта А в пункт Б. В данном случае это лабиринт. Он работает с помощью двух сервоприлодов, которые подключены к блоку. Сергей и его одноклассники учатся во вторую смену. Однако в школе мальчики с самого утра. У них занятия по робототехнике. Эти датчики видят черную линию и дают команду датчикам движения повернуть. Кружок ведет учитель информатики. Мы занимаемся с ним по информатике. Они создают программу, а здесь они видят на практике, насколько получается результат. Учатся программировать, они учатся конструировать. Пока в одном классе занимаются роботами, в танцзале разучивают движение медленного вальса. Так как в этом году мы учимся во вторую смену, и нам очень удобно то, что есть бесплатный кружок танцев утром. Так как жена и я очень занятые люди, провожаем, в кавычках говоря, забываем про ребенка и вечером забираем его. И ни за что волноваться не надо. То есть ребенок не ездит куда-то, в транспорт не ездит, по дорогам не переходит. С инициативой, чтобы помимо основной учебной программы в школах начали работать кружки и секции, в прошлом году вышли представители родительского комитета при управлении образованием столичной администрацией. Мы пришли к выводу о том, что действительно предложение актуальное и необходимо его реализовывать. Сами педагоги дополнительного образования из учреждений, доп. образования, центров творчества, дворцов творчества, могут и придут в наши школы для того, чтобы предложить свои услуги именно уже в самой школе. Помимо удобства и безопасности, для родителей есть еще один плюс. Такие кружки бесплатные. Зарплату педагогам платят из городского бюджета. Ольга Пырычкина, Анастасия Лангина, Рене Гавилян, Республика. Не поднялись на пьедестал, но получили бесценный опыт, который пригодится на военной службе. Команда из Чувашии впервые представила регион на спартакиаде кадетских корпусов по Волжье. Она прошла в Перми. Для кадет подготовили немало испытаний. Метание гранат, подтягивание, эстафета, бег на тысячу метров и марш-бросок. Ребята из Чувашии к спартакиаде готовились упорно, но не хватило опыта. Приходилось сражаться с призерами прошлого года. Даже несмотря на жесткую конкуренцию, наши кадеты завоевали награды в личном первенстве. За сочинение на патриотическую тему и стрельбу из винтовки. По итогам спартакиады Чувашская команда набрала более 20 баллов и заняла шестое место. На первой ступени пьедестала хозяева соревнований. На полосе препятствий мы сталкиваемся с ней в третий раз. Мы мало к ней готовились. В отличие от Пермского, их корпус – это их территория. Им там было намного проще, чем нам. Они знали там каждый участок. Полосу препятствий они с момента поступления туда тренируют. Мы не ожидали, что будут такие сильные соперники, но все-таки мы смогли взять какие-то места, которые не влияли на то корпус мы или школа. Мы взяли всего четыре кубка. Два кубка взял наш командир в личном первенстве. И два командная. Для ребят такие соревнования важны, ведь благодаря им будущие военные улучшают свою физподготовку. В следующем году чувашские кадеты намерены взять реванш у призеров спартакиады. Намечены и другие выезды. В ближайшей перспективе вы все знаете, что за нами закреплены две шефские организации. И в этом году в ноябре мы планируем два выезда. Это в село, в Савослейку, в войсковую часть, посмотреть авиационную базу. И мы поедем в Академию Жуковского и Гагарина в город Воронеж где-то 15-16 ноября еще. В Академию, конечно, заберем самых лучших, старшеклассников, которые готовятся поступать в военное училище. А вот велосипедисты чувашии привезли из Ижевска целую коллекцию наград. На чемпионате и первенстве России по велокроссу в разных возрастных категориях у наших спортсменов две серебряные и три бронзовые медали. Картины, на которых даже краски еще не высохли, в Чебоксарах открылась всероссийская выставка «Чеченские сезоны-2017». Пейзажи и натюрморты – итог всероссийских академических пленеров. Последний прошел в начале осени. В течение двух недель художники со всех уголков России путешествовали по самым живописным местам Чечни. Познакомиться с работами мастеров кисти отправилась наша съемочная группа. Величественные горы, холмистые равнины, лазурные озера, этюды в исполнении именитых художников России и Чувашии передают бескрайнюю красоту природы Чеченской Республики. У каждой картины свой характер и настроение. По словам художников, пленер для них – как глоток свежего воздуха, возможность отдохнуть от больших городов и без суеты окунуться в истинное творчество. Были великолепные художники из многих регионов нашей страны. С Республики Крым, с Читы, с Севастополя, с Москвы, с Санкт-Петербурга, с Чебоксар. Работали очень дружно и сплоченные такой единой командой. Впечатления, конечно, очень наполняют нашу душу. Мы как бы очень с трудом даже уезжали, потому что гостеприимство и теплота сквозило от каждого человека, от каждого чеченского жителя. Очарование чеченской природы, особенности жизни в этой республике каждый показал по-своему, но все полотна объединяет общий дух. По словам организаторов, подобные выставки сближают народы, стимулируют художников на новые идеи и приобщают к искусству подрастающие поколения. Идея возникла в прошлом году и, в общем-то, после знакомства с вашими прекрасными живописцами. Нас посетила мысль объединить две республики, познакомить людей с культурными традициями, с народом и в целом провести всероссийский пленэр «Чеченские сезоны-2017». Самая многочисленная делегация была из Чувашской республики. Те, кому не довелось побывать в Чеченской республике, увлеченно разглядывают полотна. На них открывается непривычный для нашего глаза вид. То зеленые склоны, то блики закатного солнца на царственных хребтах. Рифат Фаткулин, Дина Кустова, Игорь Зверев, Республика. Это все новости на сегодня. Впереди еще интересная и полезная информация. Я с вами прощаюсь. Увидимся завтра на национальном телевидении Чуваши. Одна из лучших ярмарок страны снова в Чебоксарах. Всероссийская ярмарка ждет посетителей в павильоне у гипермаркета «Мегастрой». Мы каждый раз, когда видим вывески, рекламу где-то ярмарки, мы обязательно приезжаем. Нам очень нравится, по большей степени, конечно, нравится рыба. Мы приезжаем только за рыбой. Ну и каждый раз что-то новенькое находим там, сувениры, подарки. Ярмарка удивляет. Продукция 75 предприятий из 33 регионов страны представлена в одном павильоне. Без покупок не уйдет никто. Ярмарка удивляет, когда лица, я люблю твои волосы. А собака, собака, под колокольчик, беда, как свои крупные речи, да, разговаривает. Сегодня вообще еще и с концертом, вообще оригинально. Как в старину. Все же супер. А что купили? Рыбу, конечно же. Рубашки, селедки. Очень хорошая. Понравилась вам ярмарка? Да. Вкуснейшая каспийская сельдь в бочках, отборная икра и сахалинская рыба. Свежие сыры из Белоруссии и Абхазии, оригинальные колбасы и мясные деликатесы. На десерт европейские и восточные сладости. Мед свежего урожая с лучших пасек страны. По соседству товары для дома и одежда. Авторские пальто и жакеты, красивые головные уборы, шубы, теплые куртки. Ассортимент велик. Не забудем и про аксессуары. Оригинальные платки, палантины и перчатки. Ярмарка очень понравилась. Очень много хороших товаров, интересных, в которых у нас нет чуваши. Товары шерстяные, из Монголии, из шерсти какой-то, да, очень интересные. Здесь можно порадовать не только себя, но и своих близких. Вариант оригинального подарка – мыло, ручной работы. Вкусы, ароматы, колорит всей страны для вас и ваших близких на всероссийской ярмарке. Спешите совершить интересные покупки до 29 октября. Сезонные траты могут быть не только приятными, но и очень накладными. Хорошая зимняя одежда для всей семьи, плюс, к примеру, застекление балкона. Кроме того, многие из наших сограждан берут отпуск специально осенью. И вот уже ваши траты составляют несколько сотен тысяч, а то и полмиллиона. Как все это осилить? Специально для крупных трат Банк Восточный предлагает кредит под залог. Это продукт, который действительно позволяет получить большие суммы. От 300 тысяч и до нескольких миллионов рублей. Тем, кто не планирует ограничивать себя в расходах этой осенью, стоит подумать об этой возможности. Ведь многое из того, что вы планируете купить, но откладываете к весне, может и подорожать. Впрочем, не лишним будет узнать об условиях такого кредита. Данный кредит требует залог, которым может выступить ваша недвижимость. Например, квартира или дача. Важный момент. Ваша недвижимость не переходит в собственность банка. И вы дальше можете пользоваться ею. Перефразируя известную постовицу, можно сказать, бери кредит осенью. Ведь с теплым предложением от Банка Восточный не будут страшны никакие зимние холода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова